Итак, здорово, кацаны! Сегодня мы будем обозревать Маутин Дью! Вообще, Маутин Дью у меня ассоциируется в первую очередь с Америкой, потому что, ну, я не помню, чтобы он давно появлялся, хотя это было тоже относительно давно, но сначала был Айрон Брю вот из таких газировок, каких-то, не знаю, незнакомых, в отличие даже от доктора Пеппера. Вот, сначала появился какой-то Айрон Брю, который не поймешь еще с чем, что, куда, потом начал появляться Маутин Дью. Лично я его помню по каким-то записям из фильмов, ну, каким-то америкосным, там пили, короче, Маутин Дью, ну, в принципе, нормальная газировка. Еще она у меня ассоциируется с этим злоебучим мультиком, который идет уже, наверное, лет 20 про трех долбоебов Скуби-Ду, блядь. Или как его там называют мультик-то? Скуби-Ду? Причем непонятно, причем Скуби-Ду, потому что собака там не главный персонаж, собака вообще долбоеб какой-то. И все три там, или сколько их там, четыре дебила, вместо того, чтобы перетрахаться в своем, блядь, супермаркете, как в этом, блядь, в своем ебучем автобусе, который раскрашен, вот как-то как баночка Маутин Дью, они занимаются какой-то хуйней. Два укурка и три, блядь, ботана. Ну, короче, откроем Маутин Дью. Блядь. Ну, отхуево она открывается. То тут, туда проломилась, потом в другую сторону проломилась. Не нравится мне, когда такое дерьмо случается, потому что, может, крышечка отвалится и потом такое ебать. Ну, в общем, Маутин Дью, блядь, он тоже какой-то недостаточно сладкий в этот раз. Он даже какой-то с привкусом чего-то кислого. Потому что я помню Маутин Дью просто сладкой газировкой. Какой сладкий, знаете, сладкая газировка с привкусом вкуса лайма, только без кислоты, потому что у лайма там еще какой-то свой такой, ну, особенный вкус. У цедры лайма. Ну, и самого лайма. Ну, в общем, почитаем, что у нас тут в составе написано. Фепси-кола, США, ароматизированный состав вода, сахар, газ для насчищения напитков, регулятор кислотности, Е330, 301, кассервант, Е211, пиздец, дальше идут одни, блядь, буквы Е, обозначение и цифры. Ей, банос, нахуй. 49 килокалорий, 13 грамм углевода. Хотя бы сахар в нем настоящий есть. Хотя бы чуть-чуть, хоть какого-то сахара. Ну, в принципе, нормально, но как-то, ну, как-то хуй его знает. Раньше лучше было, серьезно. Еще особенности баночки Mountain Dew, когда она пластиковая, у него такой цвет и кажется, будто она в темноте светится. Ну, или просто светится, но на самом деле это не так, потому что лампочка остается неизменной, просто такая краска на ней. Еще в интернете есть целая куча роликов, а-ля смешаем Mountain Dew с какой-нибудь хуйней, и он начнет реально светиться. Но, блядь, зачем такое делать? Его пить надо? и со всяким дерьмом смешивать. Ну, в принципе, когда ждешь от банки с черно-зелено-красной вот такой вот эмблемой, ждешь чего-то более такого, ну, не знаю, крутого, потому что это, на мой взгляд, достаточно агрессивная картинка и ждешь чуть ли даже не алкогольного напитка или какой-то энергетик. То есть, вот, например, Доктор Пеппер, он просто красный. Он красный и цвет у него такой же, хуй пойми, просто красный. Например, Iron Brew, он оранжево-голубой, но это недостаточно цвета, которые вызывают какую-то агрессию, как раскрашенные тачки или что-то. И, в принципе, от него тоже не ждешь ничего такого особенного. Адреналин, например, тоже он такой, он просто, блядь, черный с надписью Адреналин. Сэкономили на краске, но, в принципе, ему больше и не надо, на мой взгляд. Он и так хорош. Ну, и когда видишь стилизованный Mountain Dew, который на их фоне, все-таки выглядит покрасивее, то сладковатая вода, которая в этот раз не такая уж и сладковатая, ну, как-то это, блядь, это совсем не то, что должно быть в банке, на мой взгляд. 25 рублей или 35 рублей, я так и не понял. На кассе там пробивалась цена одна, потом она пробивает, там написано 35 рублей, потом, когда посчитали три банки, оказалось, что они стоят как 25 рублей. Не знаю, это какая-то отмывка денег, то есть не в банке, в этом, а в супермаркете. И, в принципе, за 25 рублей, ну, вполне нормально. Ну, есть Iron Brew, есть, не знаю, какая-нибудь кока-кола за 25 рублей, там, Pepsi. И, если сравнивать с Iron Brew, то, ну, скорее всего, даже получше будет, потому что Iron Brew, это просто какой-то ароматизированный запах. Конечно, если сравнивать с Пепером, то Пепер намного круче. Если сравнивать с Angry Birds, то Angry Birds всасывает даже вот Mountain Dew, блин, он даже Iron Brew всасывает. Серьезно. Ну, и тоже по пузырькам что-то недосчитался я. Я еще помню древние-древние времена, когда папа в детстве привез бутылку с Pepsi, как же она там называлась? Да, она так и называлась Pepsi и Fanta. И вот тогда были настоящие красители, там, настоящие ароматизаторы, и когда открываешь баночку Fanta, то реальный запах апельсинов, он просто на всю квартиру, вот так вот, или когда Pepsi открываешь, она пахла так, что ее чули вообще все, все вокруг понимали, что где-то открылась банка с Pepsi. Но сейчас газировки пахнут в принципе перестали. ну и по вкусу они чуть ли никакие. Ну даже тот же доктор Pepper, когда его открываешь, тоже не чувствуешь там, что Иисус тебя коснулся. Старые газировки, когда их наливаешь, они пузырились, там из них вылетали пузырьки газа, и когда ты смотрел на Fanta, то казалось, что это такой вулкан, потому что там прямо с поверхности газировки такие пузырьки сейчас такое перестало делать, они как-то изменили степень газации или технологию, газируют чем-то другим, раньше тебе рот просто щипали эти пузырьки, и ты такой аааааа, мой рот, и при этом как вкусно, господи, поэтому не могу сказать, что сейчас лучше стало раньше, раньше мне нравилось На самом деле намного больше это и Pepsi И Fanta И то как газировались продукты Потому что та же самая Coca-Cola Раньше она стоила те же самые 30 рублей Ну лет 10 назад Еще поскольку там 2 литра По-моему стоило за 30 Ну что-то около того И Ну пить ее было Приятнее Она была такая же по вкусу Но в ней круче были пузырьки В общем не знаю Все это с соевыми продуктами Лишь бы что-то удешевить И вот через время уже Такое чувство что пьешь Как будто просто сладкую воду В которой вообще даже газа нету Блин там даже во рту не пузырится Ебаный в рот Нету газа Там даже никаких пузырьков В этой баночке нету Пиздец какой-то То есть буквально за 5 минут Разговора куда-то Газ из газировки за 25 рублей И исчез И пиздец Ну не знаю Такого с Эренбрю не было Аж тем более с адреналином Не, ну ребята Пиздец